Здесь у нас кто? Дизайнеры собрались, насколько я понимаю, да? И тема у нас сегодня очень интересная, называется «Мышление миллионера». Вот, я расскажу немножко свой опыт, да, не то, что как бы я там какой-то бизнес-тренер или бизнес-гуру, просто расскажу, наверное, как вот у меня подошло, вижу, кто-то знает, кто-то не знает, супер, супер, привет. Сегодня давайте в интерактиве, я тоже с вами общаюсь, работаем и вижу то, что вы пишете. Сегодня постараюсь дать вам, ну, не знаю, какую-то максимальную тему по тому, как я сам мыслил. Давайте небольшую историю, наверное, расскажу. Начинал я вообще как дизайнер интерьера, прошел путь от того, что я был чертежником, потом визуализатором, потом дизайнером стал, потом создал, организовал свою студию, конференцию. Кстати, вот в апреле у нас сейчас будет дизайн-конференция большая, с 1 апреля, 1, 2, 3, где мы выставляем с поставщиками. Книгу написал, вот у меня книга, есть своя книга, энциклопедия, дизайн и комплектация. Я, кстати, выступал очень много где, приезжал по приглашениям, меня приглашают уже выступать на мероприятия, на очные, на заочные. И я создал свою систему, свою методику, по которой, собственно, проанализировал, каким образом нужно мыслить правильно и какие технологии должны быть, инструменты для того, чтобы зарабатывать много денег. Что значит много денег? В принципе, ограничений нет. То есть ограничения получаются у нас либо в голове, либо в действиях. То есть чаще всего и там, и там многие не понимают или не знают, что надо делать. Иногда знают, что надо делать, но нет правильного плана, именно стратегического такого видения, стратегического мышления. Иногда не хватает просто веры в то, что это возможно. И вот с этими вещами я долго сам пытался понять, что происходит, потому что многие люди, с которыми я общался, с которыми я работал, они не... Ну, просто не выгодляли те стратеги, которые у меня вроде срабатывали. Вроде было для меня понятно и ясно, а для людей не до конца. Вот. И я пришел к такой системе, я придумал такую историю, которая называется «7 на 7. Этапы развития в мышлении и навыках с 1 до 10 миллионов рублей в месяц личного дохода». Вот. И об этом я сегодня хотел поговорить, потому что в августе прошлого года я задался целью, как выйти на 10 миллионов в месяц личного дохода, и вот вообще не понимал, как это делать вообще. И целый месяц я искал ответ, и в результате получилось так, что за... Когда я ответ нашел, когда я понял, как это все работает и как это должно быть, за 14 дней я заработал 14 миллионов предоплатами в личную работу до результата. И тогда я понял одну простую вещь, что реально там все у нас в голове, даже если все инструменты есть, иногда мы не позволяем себе просто поставить сумму в 1 миллион рублей и поставить больше и дать ценность на эту сумму. И когда это все получилось, я стал помогать другим людям тоже так делать. То есть есть именно технологии, по которой мы теперь работаем. Вот эту технологию я сегодня хотел поделиться с вами. Так, это такое у нас базовое введение. Давайте так. Так, если какие-то вопросы есть, либо если вы хотите что-то сказать, что-то спросить, то тоже напишите, пожалуйста. Я у вас прошу, сколько вы сейчас зарабатываете. Давайте раз уж мы про мышление, про деньги. Сколько вы зарабатываете, сколько хотите. Я постараюсь вам подсказать, потому что в зависимости от разного уровня есть разные темы, которые помогут каждому конкретному человеку. Потому что на первом базовом уровне иногда просто самоупаковку нужно делать, самопрезентацию. На следующем уровне привлечения клиентов настроить, еще на следующем там команду собрать, стать известным, ну и так далее. То есть в зависимости от уровня. Напишите, какой сейчас у вас и куда вы хотите прийти. И какие, может быть, вопросы, либо что не получается. Вот я прокомментирую тоже немножечко ваши ответы. Так, вижу-вижу-вижу. Много людей и много комментариев. Так, видео. Видео нормальное у нас, четкое. Я думаю, запись тоже у вас будет. Организаторов, да, сделают видео, я думаю, кто участвовал. Так, видео-видео. Анна. А, это вот обновить, слышно и видно. Да, что делать 10 миллионов в месяц? Что делать с 10 миллионов в месяц? Значит, 200 тысяч рублей, хочу 500 личного дохода в ближайший год. 50, 200, ага, 50, 200, 150. Очень понятно, чтобы сейчас мы сориентировались на какие масштабы вообще сейчас с вами поговорить. 150, 500, 100, 500. В основном 100, 200, да, дизайнеры зарабатывают, насколько я понимаю, да. Хотят 500, вот кто-то мыслит на 2 миллиона. Это круто. Давайте первая часть. А вот я делал конференцию. Первая часть у нас промышления вообще самая-самая важная, что вот хороший вопрос, что делать там с 10 или более миллионами? Что делать с 5, что с одним, что с 10 и что со 100? Очень важная часть действительно должно быть понимание зачем, то есть почему это нужно, почему это важно. Меня лично деньги не так сильно вдохновляют, ну вообще как само по себе для меня. Самый важный это вызов. То есть мне хотелось найти способ, с помощью которого можно выйти на высокие чеки и на высокий заработок. Мне это было важнее. Ну это лично мне. У меня такой психотип. Меня зажигают всегда логические задачи. И для меня именно тот способ, что я вот нашел, он гораздо важнее, нежели как бы сама количество денег или какая-то покупка дорогая. У меня нет задачи купить на дорогие автомобили, купить там что-нибудь там супердорогое, там вертолеты, самолеты, яхты. Нет. У меня есть хороший дом, в котором мы находимся. У меня есть любимая работа. У меня есть там все, что мне нужно для счастья. Да, я уже счастлив, ну как бы здесь. Меня вот, меня лично зажигают именно решение задачи. И на что нужны деньги? Хороший вопрос. Для меня деньги нужны для того, чтобы сделать мою методику, которую я изобрел, ну действительно, ну масштабной, да, на весь мир. То есть я очень хочу, чтобы на весь мир каждый специалист смог раскрыть себе вот этот потенциал, и я хочу этим поделиться. Для этого, естественно, нужны деньги, нужно распространение, нужна там книга, видео, фильм снять, например, какие-то такие вещи. То есть мне нравится вот это, вот мне для этого. Но вопрос абсолютно правильный, да, каждому нужно понять ту сумму, которая ему нужна. Очень часто просто нам приходит та сумма, которая нам реально нужна. Вот я там строил дом, и вот у меня были затраты каждый месяц около там миллиона. И вот я зарабатывал два миллиона все время, много-много месяцев, много лет. Почему? Потому что один миллион у меня стабильно уходил на стройку, а второй миллион стабильно уходил на жизнь, и больше доходы не росли. И когда цель возникла следующая, а что сделать, чтобы было больше, соответственно, и доходы тоже увеличиваются. Поэтому абсолютно правильный вопрос, ну и ответ, я думаю, вот дал вам своим примером. То есть надо мыслить иначе. Вот, это первое. Второе, что здесь хочется сказать, промышление. Я вот делал дизайн-конференцию, в прошлом, по-моему, или в позапрошлом году, каждую конференцию. Я делал такой эксперимент. И у меня еще курс есть, который называется тоже «С нуля до миллиона в дизайне интерьеров». И я заметил такую тенденцию. Вот давайте про конференцию сначала, что когда люди приходили на премиум, на VIP-блок, работы со мной, я говорил, вот сколько денег хочется. И люди в основном говорили «Х3». То есть если зарабатывали 300, хотели миллион. Никто не мыслил там 5, 10 и более, вообще никак. И даже если ты говоришь «давай больше», люди все равно не мыслят. Ну то есть это вот такой вот блок у нас. И мне было тоже очень сложно в 10 раз умножиться. То есть с миллиона там на 10 прийти. Это казалось вообще невозможным. И дело в том, что есть такой как бы у нас ограничитель в голове. Просто то, что мы его знаем, это уже и можем его убрать. Уже очень сильно может помочь нам двигаться вперед. Вот мне пришлось целый месяц примерно в августе, в августе-сентябре прошлого года я занимался этой темой, что убирал этот ограничитель. Очень сложно это делать, даже когда ты логически все понимаешь. И вот теперь возвращаясь к курсу, который люди проходили, ну небольшой такой ознакомительный курс 7 на 7 называется. И там у меня есть уровни такие 50, 150, 300 тысяч, 500 и миллион. И вот разные навыки нужны, разные знания, разные темы нужны для того, чтобы пробивать эту планку. И я заметил, там этот курс прошло много-много людей. Он недорогой, там около 5000, по-моему, стоит 3900, что ли такое. Много людей его прошли. И я заметил такую тему, что большинство людей, которые сейчас зарабатывают 100 тысяч рублей, а большинство было таких, они не идут там на миллион, вообще не идут. То есть не то, что не идут, они даже не смотрят эти материалы. Они доходят до 300, пишут комментарии, потом хоп, комментарии исчезают. Я уже связываюсь лично, говорю, слушайте, а вот вы же приобрели бы целиком, вы же хотели до миллиона, почему вы дальше не пошли? Они говорят, я не верю в себя. Я не верю, что вот у меня это получится, я не верю, что это возможно. И вот возможность дать себе позволение, мечтать, что можно все, что мы все люди и нет ничего невозможного вообще. Если что-то в мире кто-то сделал, то это возможно повторить. Вопрос только как? И как быстро? И каким способом для меня комфортным? Вот это главный вопрос, который надо задавать. И в итоге, если мы говорим про мышление миллионера, то я могу четко отследить, я уже прошел этот путь вообще. То есть я ехал на электричке и вообще не понимал, как я могу заработать, ну далеко, давно-давно, когда начинал, я вообще не понимал, как я могу заработать на квартиру. Я считал, я на квартиру через 20 лет только могу заработать, откладывая там по 200 долларов в месяц. И то как бы не факт, потому что цены на квартиры были космические. Это какая-то однокомнатная маленькая квартира. И я вообще не понимал, как это сделать. Вот вообще не представлял. Но потом постепенно я стал делать дизайн, я стал общаться с людьми, я стал... У меня были руководители, хороший классный архитектор, у которых было свое мышление. Потом я стал учиться у многих людей, брать наставников, работать на курсах, опыляться от других людей. И самое главное, что у меня было, это возможность не бояться действовать, не бояться делать что-то, ну, нестандартное. Ну, как вот это банально бы не звучало, но это именно и есть. А самое главное, это получается понимать, что все возможно. И на все есть технология. У меня мозг так устроен, это вот моя суперсила, то, что я любую тему могу разложить по полочкам. И я творческий человек, мне всегда интересно заниматься новым. Наверное, поэтому я занимаюсь дизайном интерьера. Это моя... Ну, все сошлось. Дизайн — это креатив, творчество и технология одновременно, системность. Именно так я делал свой курс по дизайну, потому что когда мне нужно было взять людей на работу, я не мог просто взять с рынка людей, потому что они делали очень долго и немножко не так, как мне надо. А мне нужно было быстро и так, как я делал, примерно так. И мне пришлось их научить. И когда я их научил делать визуализацию, делать дизайн классный, я понял, что классная штука, ее покупают. И я стал ее тоже продавать. То есть так я открыл школу. Очень такая вот, ну, нестандартная вещь. И потом мы делали много нестандартных бизнесов. Да, если будет интересно, я о них тоже расскажу. У меня есть книга, которая 6 миллионов принесла. Есть конференция, каждый год проходит, есть школа. Ресторан мы открыли, я стал совладельцем ресторана в Сингапуре, не вложив ни копейки. И заработали мы, собрали мы там 700 тысяч долларов, половину из которых ушло соинвестором, а половина ушла там на организацию. Ну, то есть мы организовали эту тему и получили половину доли от этой компании. В общем, такая хитрая схема. В общем, она сработала. То есть мы собрали деньги только на идею. Вот. И сообщество сейчас у нас есть, в котором мы каждому профессионалу, каждому специалисту помогаем менять мышление и расти в доходе. То есть это прям, ну, конкретно видно. У меня сейчас прям, я веду 50 человек, которым помогаю все это делать. Я уже довел это около 20 человек, до результата более миллиона. То есть есть технология. То есть я создаю такие технологии. Вот меня вот это зажигает. И это благодаря, вот, ну, в принципе, мышлению. Это первая часть. Сейчас прочитаю ваши комментарии и дальше следующие важные вещи расскажу. Так. Психологи советуют x2, x3. Я бы психологов слишком сильно не слушал. Я вот не знаю, честно говоря, по профессии психологов и все, что с этим связано. Но я работаю очень много с психологами и очень тяжело, короче, с ними. То есть у них ограничений больше, чем у всех остальных. Мне так кажется. Это мое личное мнение. Это первое. Второе. Несколько психологов, я не знаю, насколько это правда, сколько нет. Нескольких психологов мне сказали, что их в институте либо на курсах учат не давать пользу человеку максимально быстро, а растягивать удовольствие на много-много месяцев. Почему? Потому что якобы так правильно, потому что, по-моему, платили каждый месяц. То есть каждое занятие. У меня абсолютно другой подход. Я могу результат дать за одно или за два занятия, и это будет стоить дорого. Но зато будет результат. И все окей. То есть это вопрос правильной работы. Но это вот мне так кажется, что не надо x2, x3, можно делать гораздо-гораздо больше. Мы сделали, у меня есть клиент, один девушка, она блогер по дизайну, и сама дизайнер, и мы ей сделали вот такой супер-классный результат. Мы вместе с ней продавали ее личную персональную работу с премиум-сегментом, делали дома в премиум-сегменте. За день мы продали, за два дня мы продали на миллион. То есть вот один день 500 тысяч, на второй еще 500 тысяч. Потом он сказал, ну хватит, мне достаточно. То есть можно и за 24 часа сделать миллион. С маркетологом, с которым я работал, он продавал, он ко мне пришел, у него вообще не было денег на данный момент, ну совсем клиента не было. Но у него был высокий потенциал, у него была база клиентов. И мы вместе встретились с его клиентами, предложили им новый продукт, вместе я и он. Мы предложили, что мы его клиентам сделаем результат. И сделали продажу на миллион через день, ну на следующий день, просто вместе сделав. Хотя у него вообще не покупали его услуги. То есть это вопрос подхода, вопрос продукта, вопрос технологии, как это делать, продажи на встречах, на сессиях. То есть это всему можно научиться. Вот это вот очень важная вещь. Вот поэтому, давайте так, я не настаиваю, но мысль такая, что если у кого-то что-то получается, а у кого-то нет, то лучше всего узнать или задать вопрос, как это у тебя получается, а не думать, что кто-то что-то советует. Ну попробовать лучше самостоятельно. Вот у меня конверсия 100% практически. Я беру всех людей в оплату с чеком, высоким любым чеком, потому что оно классно, оно нужно людям, и люди приходят для того, чтобы закрывать свои цели. Я знаю, как это делать, и я умею этому учить. То есть поэтому мне не нужно x2, x3, я могу в 10 раз сразу. Ну я вот скаканул в 10 раз, потому что нашел решение, и теперь это решение показываю, как это делать. Вот мое убеждение, что это необязательно. Как вы убирали ограничитель? Мария спрашивает. Хороший вопрос. Давайте расскажу свою историю. Опять же, может у вас не подойдет, может подойдет, но вот у меня было так. В августе прошлого года я задался целью выйти на 10, я думаю, блин, и выйти на чек. Самое главное было чек, чтобы мне платили 1 миллион рублей. Я думаю, блин, как это вообще возможно? Потому что я не понимал. У меня причем были клиенты, у меня был в клиентах Максим, он был блогер, да, и он продавал за миллион и за 500 тысяч, я ему помогал это делать. А сам я не мог. У меня были суммы 300 тысяч рублей где-то за миллион, я вообще не понимал, как можно продать. И я задался целью найти ответ. Вот я долго ходил и понимал, как это сделать, ну пытался понять, ходил, спрашивал у тех, кто уже продает, да, как они это делают, но ответа не находил. Ответ нашел вот как, что я познакомился с одной девушкой, которая продавала как раз за миллионы более, и я говорю, вот давай посмотрим, как ты это делаешь. Ну то есть я записался к ней на встречу, на консультацию, бесплатную диагностику, думаю, так, я сейчас подсмотрю, я же хитрый, сейчас все посмотрю, как надо, и буду так делать. Реально записался, она подсветила важные моменты, что в принципе все то же самое, мы просто меняем аудиторию. То есть есть люди, которые покупают за 200 тысяч, есть люди, которые покупают за 500 и за миллион. Это просто разная аудитория. Чтобы вам было понятно, я такой думал, блин, я же это делаю, и я этому учу дизайнера в том числе. Сейчас вам будет все понятно, если мы про дизайн. Есть однокомнатные квартиры, есть квартиры, там, многокомнатные, да, в домах, есть дома, премиум сегмента. И почему бы сразу дома не делать? Кажется, что нужно 10 лет поработать, набраться опыта, а потом делать дома. Нет, это не так. И как вот что мне помогло? Я вспомнил, как я начинал быть дизайнером. Мой один из самых первых проектов был дом на полторы тысячи метров. Почему я его получил? Просто так совпало. Просто, ну, я пришел к знакомому, и тот сказал, что у него есть какой-то клиент, который хотел бы, чтобы я ему нарисовал картинки. Я тогда классно делал визуализацию. И я пришел к нему, и он сказал, слушай, ну, ты талантливый, можешь мне нарисовать дом? Я думаю, да, конечно, нарисую. За неделю я ему нарисовал дом, не взяв предоплаты. Пришел, показал, он говорит, слушай, классно, а можешь мне вообще все сделать? И чертежи там, и все. Я говорю, да. Он говорит, сколько будет стоить? Я называю, говорит, 20 тысяч долларов будет стоить. Он говорит, не вопрос, пожалуйста. Приносит 10 тысяч, говорит, сразу вот тебе 10 и 10, когда нарисуешь. И так я взял просто дом. Почему так произошло? Ну, просто я не растерялся. Просто я ему нарисовал, я вложился, я показал, что я могу, взял ответственность на себя и сделал. И нет никакой необходимости сделать на комнате квартиры. Если вы меня спросите, какой ламинат где постелить, я не знаю, какие ламинаты есть. Ну, то есть мне все равно вообще. Я в маленькие квартиры не знаю, как делать. Где сэкономить? Ну, то есть на маленькой квартире тоже. Но у меня есть навыки общения с премиум-сегментом. У меня есть навыки получения заказов. Я знаю, как они мыслят. Бизнес-сегмент тоже. Я сам являюсь, ну, наверное, бизнес-сегментом все-таки. То есть вот это мой дом, это я построил. Это вот делали мои, ну, как бы моя команда, моя студия, наши строители. Я здесь знаю, как что-то сделано. Я привожу сюда клиентов, говорю, вот тебе, пожалуйста, так-то здесь так-то. Вот, ну, показываю, как это все делается. То есть я сам потребитель своих услуг. И никто лучше не расскажет, кроме как я. То есть, ну, мы должны тоже расти. Тогда мы сможем расти и в клиентах. То есть, ну, вот мне помогло вот так. То есть я смотрел всегда на максимум. Я никогда не ограничивался, в мыслях даже не ограничивал себя, что нет, я не достоин. Да нет, я знаю, какой я молодец. Я знаю, что я достоин. А если... Еще один такой момент. Возникает всегда вопрос. А что делать, если... Что делать, если... Я это пока не умею или не знаю? Ну, то есть у многих клиентов, вернее, у многих студентов, у многих людей, экспертов возникает такой вопрос. Я в этом еще не понимаю. Ну, так ну и что? Я много чего не понимаю в жизни вообще. В целом мы раздаемся, мы ничего не понимаем. Но есть люди, которые разбираются. Такие, окей, разберемся. И действительно разбираются. А есть люди, которые пасуют. Ой, это сложно, я не смогу. Я возьму и подведу. Вот я знаю, что я когда возьму на себя обязательства, я разберусь. Если я не знаю сам, у меня будут деньги и финансы, я найму того, кто знает. Если я ошибусь, я понесу ответственность за это. Но я сделаю. То есть у меня не было такого... Ну, хорошо, нет, как не было? Было, конечно. У меня были ситуации, когда я взял и не сделал? Были. Были. Пару ситуаций, когда я взял заказ. У меня было очень много заказов. Вот сейчас помню, еще один заказ взял. Что самое страшное произошло? Вот я вам давайте расскажу, как это случилось. Я взял заказ, ко мне обратился в Пскове. Да, в Пскове был большой-большой поселок. Классный, интересный. Очень крутой заказ был. И я делегировал этот заказ на сотрудника, архитектора. И он меня кормил завтраками. Я думал, что он сделает сейчас все, весь генплан. А он не сделал. Он говорил, завтра-завтра все будет. Ну, я ему верил. Ну, доверчивый был очень. Вот. И в какой-то момент мне просто ребята уже пишут, которые заказ делают. Слушай, там, Станислав, а что там у нас творится-то? Где заказ-то? Я такой, сейчас-сейчас-сейчас все будет. Я пишу ему, а тот говорит, ой, извини. Я там другой еще заказ взял. Не знал, не сделал. Я такой, блин. Думаю, сейчас куда-то уже передам. Я не виню архитектора, я виню себя, ну, просто понадеялся. Но что самое страшное произошло? Мне ребята прислали просто, ну, уведомления, типа претензию, типа, ребятка, верните деньги. Они мне, по-моему, 1150 отправили аванса. Верните, пожалуйста, деньги, потому что что-то вы, это самое, не очень правильно поступаете. Я думаю, блин, ну, действительно, мы не очень правильно поступаем. Я извинился, вернул деньги. И все. Это самое худшее, что произошло. Ну, как бы, окей. Это, там, за всю 10-летнюю, там, 15-летнюю тогда историю, вот сейчас, ну, типа, один раз. Остальные разы мы справлялись. Ну, можно ли зафокапиться? Тогда можно. Ну, как бы, и чего. А остальные, там, 99 раз, все было клево. И люди были довольны, и я был довольен. Поэтому ничего страшного не случится. В крайнем случае вернете деньги, это просто бизнес и риски. Если, ну, нужно будет потребовать возмещение чего-то, вдруг, там, кого-то, ну, даже это сделать. Это всегда выгоднее, чем не делать. И бояться. Ну, вот я мыслю так. Мне это помогает. Так, расскажите о стандартных бизнесах. Еще интересно. А что такое стандартные бизнесы, Юлия? Поясните, пожалуйста. То есть, какие у меня есть? У меня нестандартные бизнесы все. Что значит нестандартные? У меня бизнесы с повышенной рентабельностью. Что это значит? Ну, давайте пример книгу дам. Вот эта книга, которую я написал, она мне в производстве миллион рублей стоила. Вот это вот у нас, это, кстати, книга, энциклопедия дизайна и комплектация. Это очень крутая, классная книга. Буквально энциклопедия. Здесь вот весь мой опыт по заработку в дизайне, в комплектации собран. Как надо делать? Здесь договора, взаимоотношения. То есть, все-все-все. Ошибки, проблемы. Вот я эту книгу написал. Она мне стоила в производстве около года и миллион рублей. Там редактор, журнал, это самое, журналисты, печать, то есть, корректор, картинки. Ну, все-все-все. Там картинок много интересных. Вот. Я не хотел выпускать ее за свой счет. Вот я привлек здесь партнеров своих, и они, по сути, оплатили участие в выпуск этой книги. То есть, они, если я не ошибаюсь, 850 тысяч я собрал денег на выпуск книги. Да, где-то так. И что я сделал? Я просто помог им привлечь клиентов, рекламировав их. И дальше, откуда 6 миллионов? 2000 экземпляров. По 3000 я продавал, сейчас по 5000 она продается. Осталось там буквально штук 50, то есть террор заканчивается. Вот. Соответственно, это прямых продаж этой книги, так как я ее продаю напрямую с сайта, с подписью у себя. Вот. Примерно так. То есть, это хитрые способы. Когда ты хочешь каким-то способом заработать денег, можно сделать так, чтобы деньги ты заработал на всем. Вот так и здесь. И это креативное мышление, так называемое. У дизайнера оно есть. Но у меня оно было, я подумал, а что если я не буду платить сам за выпуск, а кто-то это сделает, и я еще заработаю денег. Это первое. Второе. Внутри книги там еще есть дополнительно вшиты некоторые материалы, которые позволяют, которые приводят клиентов дальше. То есть, что такое книга? Это образ мысли, как я мыслю, чтобы зарабатывать деньги. Соответственно, люди, которые видят, как я зарабатываю деньги, тоже хотят зарабатывать деньги. Они приходят ко мне и говорят, слушай, вот у меня такая-то тема, на стратегическую сессию ко мне приходят. Говорят, у меня такая-то тема, как мне заработать миллион, два, три, десять. И мы садимся и просто с ними придумываем. И если они такие говорят, нам все понятно, спасибо, идут делать сами, это один вариант, но кто-то из них приходит и говорит, мы хотим с тобой такую же штуку провернуть классную. Я говорю, окей, не вопрос, давайте вместе работать. И там уже вопрос сотрудничества, либо там партнерство, либо оплата, либо оплата там заработанного, ну разные бывают варианты. Вот, собственно, вот так это делается. Это одна из направлений. Про рестораны там сказал второе, конференция третья. Например, школа я рассказывал, я начал ее с того, что мне нужно было сотрудники. Мне люди, в итоге не я нанимал стажеров, а мне люди платили за что? За то, чтобы иметь возможность получить мою технологию, технологичность. И потом я им давал заказы. Если там зайти ко мне на сайт посмотреть, там очень многие, ну именно наши проекты сделаны нашими учениками. То есть зачем мне самому делать, если я могу делать так, чтобы другие люди работали и получали за это деньги и удовольствие. Я умею это делать? Умею. Но когда я научился, я это делаю как технологию и передаю дальше. Это моя способность. Ее мы не отрицаем, мы наоборот ее используем. Вот когда мы понимаем наши способности, у каждого они свои. Мы их начинаем транслировать. И к нам идут деньги. Вот это вот очень важная часть. Так, всегда вдохновляйте, Катя. Спасибо, спасибо и вам. Вы меня тоже вдохновляете. Всегда приятно пообщаться. Если, ну не знаю, вот у нас тема такая абстрактная достаточно. Типа мышление миллионера. Типа успешный успех. Не хочу, чтобы вы сейчас воспринимали, что я вас чему-то там учу или там как-то даю какие-то там банальности. Я просто свой опыт рассказываю. У меня было так, у вас может быть не так. Ну вот, у меня так было. И так есть, и вот так будет, и будет еще лучше. Я понимаю, как это работает. Не на уровне медитации, да, а на уровне системного подхода. Ну вот у меня так. Поэтому спасибо вам за поддержку тоже. Основной доход у вас от дизайна или от обучения? Основной доход у меня вообще не от дизайна. Я сейчас от дизайна отхожу потихоньку. У меня последние два года была задача идти дальше. То есть дизайн достиг того, что я хотел. Я в дизайне был чертежником, визуализатором, дизайнером, руководителем студии. Конференцию сделал, книгу написал. Меня на выставки брали. Работал с премиальными сегментами и работаю до сих пор. У меня студия работает. Работает компания. И я делал зарубежные проекты в США, в Европе, ну везде. То есть, короче, в дизайне спасибо, все понятно. Я хочу дальше. Вот дальше, два года назад я себе поставил задачу идти дальше. И я применяю свои сейчас способности. Ну то есть это навыки, мои личные навыки. Неважно, дизайн или что-то еще. Я применяю в другом. Сейчас моя область интереса помогать, ну то есть разбираться первое, разбираться в психологии. Разбираться в работе мозга и создать мировую систему, мировую методику, по которой каждый специалист уберет от себя вот эти вот непонятные вещи. Без всяких эзотерик, без там астрологий, без вот этой всякой фигни. Просто четко, конкретно будет понятно, что делать лично мне. Вот у меня удалось создать такую методику, 7 на 7 называется. Мой область интереса в дизайне бизнесов. То есть я сейчас создаю в основном бизнесы. Мой доход сейчас на 90% состоит из того, что я нахожусь в этой теме. Студия дизайна работает ли у меня? Работает. Там работает у меня управляющий партнер, и клиенты приходят ко мне, ну отдельно приходят. Мы ведем сейчас несколько премиум проектов, около 6 премиум проектов мы ведем. Маленькие мы не берем. У меня небольшая компания, ну в плане количества людей, но у нас классные проекты. Вот я сейчас на один из наших проектов прямо из окна смотрю, здесь в том числе он тоже есть. Ну вот, пока так. То есть мне интересно дальше идти. Так, если не секрет, какую планку вы сейчас себе ставите, начиная с 2 миллионов в месяц и сейчас? Я не начинал с 2 миллионов в месяц, я застрял на этой планке. У меня лет 5, наверное, или 6, много. Было от 1 до 2 миллионов в месяц. Я прямо на ней застрял. Я не ставил, у меня никогда не было финансовой цели. Я вам говорю о том, что у меня все устраивало. У меня нет больших амбиций в плане финансов. И у меня нет задачи деньги зарабатывать, чтобы вы понимали. У меня есть задача играть в интересные игры и играть в интересные бизнесы, создавать. И это одновременно является таким вот клеткой, что ли, получается. Это вот как человек любит делать визуализацию, ему кайфово. И он как бы сидит, вот я тоже помню, это вот черта моего характера. Я сидел раньше и вот просто приходил там, например, занимался чем-то одним делом. Потом приходил домой, у меня отдушина была, я визуализацию делал. Или рисовал что-нибудь, или придумывал. В детстве я там рисовал комиксы, лабиринты всякие такие. Вот. И так же и здесь. То есть мы застреваем на какой-то планке, пока мы не видим, ну, куда дальше. И вот пока я не видел, куда дальше, пока не ставил себе задачу на 10, я вот на этом и застрял. И как только поставил, как только я поставил себе 10, я стал везде ходить и всех трясти. Как мне 10 заработать? Как можно 10 заработать? Есть люди, которые зарабатывают? Есть. Вот. И мир пошел навстречу таким образом, можно называть это эзотерикой, может совпадением, удачей. Но мне написало очень много людей, которых я знал, которых не знал, знакомые, незнакомые. Очень много людей. И с кем-то я запартнерился, с кем-то новые проекты начал. И мне пишут до сих пор. То есть они сами меня находят. Когда я проявился и сказал, что я хочу 10, и у меня будет 10. И через 15 дней, через 14 дней у меня стало 10. Четырем людям я вернул деньги, потому что я в группу не хотел брать больше 10 человек. Но я точно помню этот момент. Вот оно произошло. Офигеть. Подумал я и стал дальше делать систему на этой теме. Вот. И когда я стал транслировать эту историю, что можно и интереснее дальше, началась совсем другая игра. Я вышел туда, куда я хотел. Я вышел в новую тему. Я вышел, наконец, из дизайна, в котором я был всю свою осознанную жизнь. И теперь я не ассоциирую себя, что я только дизайнер. Это еще одно из моих направлений. То есть я все знаю про дизайн. Мне это нравится. Дело моей жизни, дело мечты. Я люблю красоту. У меня эстетика и система. Вот. Красота и система. Вот. Но все-таки дальше я думаю, что жизнь можно прожить разными, ну, другими еще дополнительными вещами. Я хочу узнать, что там дальше. Вот. И, соответственно, вот я дальше иду. Мечтаем, позволяем себе больше. Так. Я хочу 1 миллион в месяц доход. Светлана, это возможно? Это не проблема вообще. Отличный продажник по ходу вебинара Талант. Я очень хороший. Я гениальный продавец. Я научился. Давайте причем так. Давайте назову про продажи. Как вообще это работает. Тоже история. Может быть, будет полезно. В 2019 году я такой ходил по лесу. У меня есть лес недалеко. Я гуляю тут часто. Я такой думаю, блин, почему я должен продавать? Я же эксперт. Я же специалист. Я не хочу никому ничего продавать. Почему я должен продавать? Я не хочу продавать. Почему не сделать так, чтобы люди сами ко мне приходили? Что за фигня? Я вот такую... Я даже аудио себе записал. У меня это аудио где-то на компьютере валяется. Себе напоминает. На телефоне себе надиктовал. Прям такое эмоциональное. И потом я поехал в Сочи. И там были ребята, которые продажи превратили в игру. И я сижу, смотрю, как люди просто общаются. Они ничего никому не продают. Просто общаются между собой там за столом. Ну, я тоже с ними. Там это мои знакомые, друзья. Они говорят, ну вот так-то так-то. Вот мы делаем то-то, то-то. И общаются, общаются, общаются. Потом говорят, давай на спор. То есть просто, знаешь, как на спор. Просто так, дай-ка попробую. Они на спор общаются. А в чем суть спора заключается? В том, что один говорит, я типа супер продажник. А другой говорит, ты мне точно не продашь. Он говорит, супер, давай забьемся. И один с другим начинает просто как шахматную такую игру. Говорит, я точно не куплю, а я точно тебе продам. И вот они начинают общаться. То есть на самом деле эта игра очень простая, но очень интересная, увлекательная. Если мы понимаем психологию, как работает психология, и на нас смотрят люди, то выиграть в эту игру очень просто. Продать людям очень просто. Ну, немножко манипулятивно, немножечко. Но тем не менее, сейчас я объясню, чтобы вы поняли, как эта штука работает. И когда я увидел, я вдохновился этой темой как раз. Так вот. Люди общаются между собой. И суть для того, чтобы выиграть в битве продаж, типа куплю-не куплю, нужно всего лишь, чтобы человек, который покупает, показал себя непоследовательным в какой-то момент. То есть его нужно подловить на то, что он непоследовательный. И другие это увидят. Ему будет дешевле купить, чем быть в глазах других непоследовательным. То есть это простая комбинация математическая, шахматная, если вы понимаете, о чем я. Соответственно, ребята играют, они оба понимают эти правила, они оба крутые продавцы. Это просто как бы такой матч, матч гроссмейстеров. Очень интересно наблюдать. Но в чем фишка? Ну, естественно, там один другого зажал. Причем там не в деньгах дело. Ну, типа там на обед или на чашку кофе. Это не важно. Важно, что в этот момент они себя проявляют. Они проявляют свой интеллект, свою харизму, свои способности. Показывают себя в деле. Это тот момент, когда кейсы не нужны. Ты видишь, кто про что, как он работает. Ну, то есть как конкретно он прямо сейчас выполняет свою функцию. Это вот функция в красоте прямо сейчас. И суть в том, что после того, как этот поединок виртуальный или там реальный был завершен, подходит человек, просто который стоял в сторонке. Он просто смотрел, говорит, ребята, что-то как-то классно, а научите меня так же. И он говорит, окей, эта технология могу научить, стоит 300 тысяч. До результата будешь так же продавать клиентам. И говорит, соточку давай заноси. И он тут же заносит соточку. То есть это был, ну, по сути, вот как оно проходит. Люди в моменте видят. Я такой думаю, блин, в этом что-то есть. Есть. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это прикольно. Без манипуляций, без всего. Никто никому не говорил. Просто человек сам подошел и купил. Я такой, вот оно. Вот. И я думаю, я тут теряться не буду. Я соточку платить не хочу. Я использую свои таланты. Я подхожу, говорю, у меня есть книга. Энциклопедия дизайна и комплектация. Я говорю, давай я тебе методику твою вытащу и усилю. И давай мы тебе книгу тоже напишем. Эта книга так-то тебе поможет. Он говорит, прикольно. Я говорю, приезжай ко мне домой. У меня дом классный. В Сочи мы поехали ко мне домой. Сидели там недельку. Я все вытащил. Сам понял. Поговорил. Потренировался. И мне как раз в этот момент, в эту книгу нужно было продать интеграцию. Я говорю, слушай, а как бы ты продал? Вот он мне сказал, говорю, окей, понял. Стал звонить. Не получается. Не получается, не получается, не получается. Я проконсультировался. Подкрутил немножечко. И все, за день я на 850 тысяч продал. Все. Я понял технологию. Написал систему. Все забрал. Теперь я могу передавать. Так как у меня системный мозг. Вот, в принципе, про это. То есть, везде все достаточно просто. Но нужны навыки. Без этого никуда, к сожалению. Ну, или к счастью. Тут ничего не поделаешь. Вот. Такая вот живая история. Так. И по поводу дальше продаж. А продавать-то ничего никому не нужно. То есть, продажи идут отлично, когда ты делаешь такое предложение, от которого невозможно отказаться. Вот, к примеру, какое предложение у меня? Очень простое. Я говорю, что мы заработаем с тобой 2 миллиона, даже если ты в это не веришь. Ну, то есть, ты готов делать то, что я говорю, точно будет. И предоплата 200 тысяч всего. Вход 200 тысяч. То есть, для чего 200 тысяч? Чтобы человек, ну, чтобы я не вкладывался в человек, он не ушел. И для того, чтобы отсечь тех, кто совсем 50 зарабатывает. То есть, все-таки должно быть базовое мышление предпринимателей, какие-то кейсы. 200 вносишь, 2 зарабатываешь. Элементарно. Вот, а я могу это делать по системе. Ну, то есть, вот у меня такой оффер. Такой оффер не надо продавать, люди сами приходят покупать. Поэтому у нас каждый день сейчас продажи. У меня сейчас, как бы, вопрос, чтобы больше производительность свою сделать, а не продавать. Мы можем продавать по миллиону каждый день. Вот в чем прикол. Вот. Так, давай начался Путин жалею. Очень боялась. Алена, привет. Да, здорово. Я, да, я тоже очень рад, что я на многих повлиял. В том числе, мне благодарят. Я был от Калининграда до Владивостока и Хабаровска. Вот. Везде, да, везде много людей классных. Но есть и другая сторона. Там кому-то я очень не нравлюсь и там подбешиваю. Такое тоже бывает. Это нормально. Вот. Я очень тоже нормально к этому отношусь. Поэтому, если кто-то там... Короче, если вы будете проявляться, вас тоже будет кто-то не любить. Но кто-то будет любить. Это хорошо. Поэтому спасибо всем, да, кто... Кому... Ну, или там, спасибо мне, что я вам помог. А вам спасибо, что вы пишете и благодарны. Это очень важно. Жаль, пропустила начало. Ничего, Катя, вы на месте. У кого учились? Какие книги рекомендуете почитать для саморазвития, кроме вашей? Смотрите. А чтобы рекомендовать книгу, надо понимать, на каком вы уровне. Меня очень сильно торкнула книга, знаете, какая. Но это было на моем уровне. Мне это было нужно в тот момент, когда было нужно. Я против эзотерики всякой вообще всю жизнь. Но меня очень сильно сработала книга «Диалоги с Богом». Или «Беседа с Богом», «Волша». Блин, я думаю, вообще... Вот когда я задался целью, а что дальше? В августе это было. И после этой книги я вышел как раз вот на... То есть в каждой книге в своем ритме. Если мы говорим про инструменты, там, Ильяхов, например, напиши, сокращай. Если мы говорим про переговоры-продажи, ну, вот в этой энциклопедии, в принципе, неплохо. Там, как продающие тексты делать, ну, как влиять. Если мы говорим про организацию создания, от хорошего к великому, Джим Коллинз, по-моему, так называется, да? По продажам книги я не рекомендую читать. Ни одной книги там нет того, что... То есть продажам невозможно по книгам научиться. У меня маркетолог был, которого я учил продажам. Он говорит, я знаю все продажи, все тренинги. Я могу сам, говорит, тренинг провести. Но я никогда не видел, что продавали так, как ты. И, говорит, я хочу этому научиться. Все. Он говорит, ну, просто у меня отзывы есть такие. То есть вот он не умел. Короче, по продажам книг бесполезно. Это вот мое убеждение. Надо прям видеть и пробовать. Потому что продажи – это про внутреннее состояние. И про уверенность. И про влияние. То есть когда ты влияешь. Вот про что это. Когда тебе не надо убеждать, манипулировать, делать скрипты. Это все лишнее. Сделай классный продукт. Покажи классному человеку. Гарантируй результат. И сделай этот результат вместе с ним. Все. Ничего больше не надо. Вообще. Если мы говорим про продажи дома, там тоже много чего я могу поговорить. То есть как премиум клиенту продавать, если интересно. Сколько у нас, кстати, времени? Напишите, пожалуйста. Потому что я могу долго болтать. 40 минут уже болтаем. Вот. Чтобы я тоже понимал по таймингу. Если про продажи премиум клиентам, дизайна, я тоже могу сказать. То есть у меня были случаи, когда я продавал. Очень тоже классно, очень изящно, очень симпатично все это было. Большой дом там на 2000 метров, по-моему, был. Вот. Продавал просто тоже со встречи. Первый раз встречившись с клиентом. Вот. Давайте, да, посмотрим. 25 минут. Отлично. Все. Давайте тогда вопросы, если есть, задавайте. Я, наверное, с вами лучше пообщаюсь, чем буду рассказывать. У меня истории очень много. Я в любом случае на каждый ваш вопрос какую-то историю расскажу свою. Что это не просто так. Вот. Ну, давайте, чтобы было поинтереснее. То есть давайте у вас какие вопросы, задачи, какая ситуация можете написать. Поподробнее я постараюсь на нее ответить. А вообще, всем, кому интересно, приходите, подписывайтесь на мой инстаграм, во-первых. У нас же есть инстаграм, там, да, у нас подписано. Во-вторых, приходите ко мне на сессию, диагностику. С удовольствием с вами пообщаюсь. Покупайте книгу, да, тоже, кстати. Product at the same placement. Если у кого-то еще нет, книга лучше, что может быть. К книге, кстати, идет вот тот курс, как дойти до миллиона. Бонусом всем, кто здесь. Напишите мне, что отсюда. Телеграм напрямую. Сейчас я телеграм дам. Стас Орехов. Вот такой телеграм у меня. Стас Орехов. Прямо мне напрямую пишите. Да. И я вам дам книгу и курс, как дойти до миллиона в месяц при приобретении книги с автографом. То есть все это сделаем. Это самое лучшее будет приобретение ваше за всю жизнь, если вы хотите развиваться вот в ту сторону, куда я. Потому что лучше, ну, то есть, давайте, ладно, не буду хвалиться. Так, 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 благодаря. Что можно сказать про промышленный дизайн? Возможно ли там зарабатывать дизайн и должен быть какой-то отдельный бизнес или нет? Ну, во-первых, надо понять, что такое промышленный дизайн. Давайте так. Я за свое, вот за два года я проконсультировал, наверное, 200 предпринимателей. В любом бизнесе можно сделать деньги. Вопрос не в бизнесе. Вопрос, что если кто-то, или не в теме. Вопрос, что если вообще кто-то это покупает, то это вопрос формата. Мы либо делаем сами на работе, либо делаем как фрилансер, либо организуем компанию, либо организуем обучение по этой теме, либо организуем работу премиум-сегмента для этой темы. Либо делаем вообще большой стартап и делаем это частью чего-то большого. То есть это вопрос формата всегда. Можно ли зарабатывать или нет? Зарабатывать можно на чем угодно. Надеюсь, понятно объяснил. И наша задача придумать ту сценарий, ту схему, в котором наше дело, которым мы занимаемся, будь то проектирование, дизайн, креатив, художество, как картины продавать. Я четыре художника комментировал, давал стратегии, как картины. Просто феноменальные вещи, как картины продавать и так далее. Все это можно сделать. Но тут надо смотреть индивидуально, что вы будете делать. Потому что двигатель любой темы всегда человек конкретный. И этот человек, у него есть свои способности. У меня есть еще одна тема, называется формула счастья. Почему формула? Потому что счастье, оно есть. Счастье — это движение к своей цели теми способами, какие тебе конкурентны, которые по тебе, делая дело своей жизни и получая за это достойное вознаграждение. Вот это счастье, именно путь. Это путь, это состояние и путь. Это не результат, что вот я там купил себе Maybach или что-нибудь. Это путь. То есть ты кайфуешь. Я кайфую сейчас. Потому что я делюсь, рассказываю. Многих это вдохновит. Мне это... Я именно сейчас трачу на это время, потому что мне это нравится. Вот. И у каждого из вас такое может быть. Это счастье есть, когда вы понимаете, к чему это идет. Что вы здесь не случайно, что вы как что-то сделаете. Как-то это примените. Надеюсь. Вспомните. И это и есть вот оно. И вот формула, что у тебя есть там те вещи, которые каждому откликаются и которые каждый может применить. Это либо системное мышление, либо эмоциональность, либо личный подход какой-то между собой, либо аналитический склад ума. Такие вот разные вещи. То есть зависит от характера. И вы подбираете то, что именно вам подойдет. И именно то, где вам подойдет, там можно сделать максимальное количество денег лично для вас. Поэтому и нужна личная, ну, как бы работа. То есть не получится по книге это сделать. Ну, к сожалению. Тоже хочу в игру подарить... Нет, я не дарю книгу. Я считаю, что книгу нужно покупать. Не потому что мне эти там 3 или 5 тысяч нужны, а потому что это ту ценность, которую вы вкладываете. Если вам, ну, как бы жалко этих денег, вам это не надо. А если таких денег нет, то вам тем более не надо. Вот. Ну, имеет смысл сначала заработать. Книгу не дарю. Дарил раньше, но понял, что это глупые занятия. Это неправильно. Это неправильно. Так. Про рост. Слово рост. Ложь, но ложь. Это не очень понял. Орехов от слова золотой орех. Ладно. Так. Вебинар. Да, интересно, про подажи премиум дизайна. Сейчас расскажу, если время останется. Инстаграм. Как обрести уверенность? Уверенность приобрести индивидуально. Хороший вопрос на самом деле. Я могу сказать, как мне пришла уверенность. Я понял, что я могу влиять на все. То есть у меня уверенность дает влияние. Я уверен, что то, что я делаю, оно дает результат. Как я в этом уверен? Я переложил ответственность за результат на систему. Это вот бизнес как салат. То есть ты порезал огурчик, порезал помидорчик, лучок и заправил маслом или майонезом то, что любят. То есть это технология. Ты можешь порезать там кубиками, можешь колечками, как угодно. Но в целом, если ты это сделаешь, у тебя какой-никакой салат получится. Будет он вкусный или невкусный, это уже там, ну, как ты выберешь. И я понял, что я делаю просто салат, и я просто делаю, ну, вот такую комбинацию. Если я буду делать 1, 2, 3, 4, 5, то дальше, насколько вкусно у меня получится, по аналогии с поваром, насколько я талантлив. Я понимаю, что в худшем случае, в самом худшем случае, если у меня я криворукий, то я все равно, то есть клиент все равно окупит вложения, которые были в меня. А в лучшем случае он заработает в 3, в 5, в 10 раз больше, либо получит удовольствие в 3, в 5, в 10 раз больше. Я перестал переживать по этому поводу. То есть я точно знаю, что я дам результат, который гораздо выгоднее человеку, чем он вложил. Это дает уверенность мне. Я точно знаю, что каждый человек, который будет действовать по моей технологии, заработает 1, 2, 3, 5, 10 миллионов, если будет действовать. Другое дело, готов ли он, захочет ли он. Но это вопрос не ко мне, а к нему. Я могу на это повлиять? Могу. Но я не могу влезть в шкуру другого человека и его заставить делать. Мы же не в рабстве находимся, да, у нас отменили. Или крепостное право, да? Вот я могу дать то, что я могу. Вот, соответственно, вот это дает мне уверенность. Вам? Не знаю, смотрите сами. В России можно заработать. Ну да, вот я живу в России и разрабатываю очень хорошо. Много. Классно. В удовольствие. И мои клиенты столько же зарабатывают. Денег очень много вообще повсюду. Так, интересно слушать. Спасибо. Если не было прямо ответа премиум сегмента, можно пробовать по ходу сориентироваться. Алена, хороший вопрос. Что делать, если опыта нет? Я рекомендую не брать, если она мелочь. То есть сразу же брать классное. Где взять классное? Надо заявить о себе, что я в этом классном работаю. Давайте объясню. Многие тоже этого стесняются. Думают, если я еще не брал премиум сегмент или там большой дом, я не могу большой дом презентовать. Можете, сделайте визуализацию. Можете, начните изучать, как ведут себя в премиум домах. Как вообще там все изложено. Начните изучать литературу, учебники. Ходить в гости, познакомьтесь с друзьями или с кем-то. Заплатить, в конце концов, за экскурсию. То есть начните потреблять и транслировать информацию, как живут люди в премиум домах. И вас увидят. Если вы будете транслировать это интересно, классно, в какой-то момент вам скажут, слушай, а я вижу на твоих картинках интересные дома. Или вижу в твоих рассуждениях то, что мне откликается. Кстати, у меня есть дом. Почему клиент выберет вас? Не потому, что у вас визуализация. Вот я тоже долго удивлялся. Почему клиент выбирает визуализацию, а не фотки? Кстати, многие дизайнеры говорят, обязательно нужно фотки. Чушь. То есть это нужно для дизайнеров. И им так хочется, что так было. Но по факту клиенты не выбирают фотками. Это выбирают только разумные клиенты, чтобы убедиться. Таких 5%. В основном клиенты выбирают сердцем. И достаточно просто, иногда даже визуализации не надо делать. Сейчас я вам расскажу прикольную фишку. Вы ее развить не сможете. Когда вы приходите или мы приходим на любое мероприятие, какую-нибудь конференцию, всегда есть какой-нибудь там историк стилей. Или там историк моды. Или какой-нибудь вот знаток чего-нибудь самого значимого. И он выступает на сцене. И на сцене он рассказывает о том, как прикольно делать дизайн. Как надо делать дизайн. Он рассказывает на своих примерах? Нет. Он берет картинки из учебника. Любой преподаватель рассказывает картинки из учебника. Или там лектор. Ну, большинство. Как это было сделано? Как делали крутые ребята? Но что происходит? Люди в зале и все остальные думают, что он эксперт. Замечали такую особенность? Видели таких людей? Они приходят, берут чужие картинки и я думаю, а почему ты свое не показываешь? А потому что у него другое, либо нечего показать, либо он считает, что показать это можно. Это не важно, вообще это не важно. Есть у него, нету. Я не принижаю там его достоинства, он может быть замечательный человек, но он рассказывает другое. И люди ведутся на другое. Люди думают, что он эксперт по-другому, потому что он показывает, рассказывает, как было сделано. И этого тоже достаточно. Это просто пример того, что люди могут быть насколько невнимательными. Ну, то есть аналитически они не мыслят. Точно так же они не мыслят, что у тебя есть картинка, это визуализация или реализация. Им все равно. Они видят тебя, они видят картинку, они соединяют картинку с тобой, говорят, давай попробуем. Вот и все. Мы не идем против психологии людей, как бы она казалась бы несправедливой или неправильной, мы просто делаем. Никого не обманываем, естественно, ни в коем случае. Мы никогда не говорим, что это мы делали, если мы не делали. Для меня самый большой грех это ложь, то есть несоответствие. То есть никогда в жизни я никого не обманывал, не собираюсь и не буду, и просто ни с кем не работаю, кто искажает там действительность. Ни в коем случае. Но люди просто додумывают. Это их свойства. Соответственно, ничего тут не поделаешь. Вот. И используя эти свойства, да, отвечая на вопрос здесь, можно ли, ну если такой был вопрос, если я его так понял, сочетал, можно ли что-то делать. Да, можно. В премиум-сегменте. Начните рассказывать, как правильно делать в премиум-сегменте, и премиум-сегмент к вам подтянется. У меня так было, и у вас получится. И у многих людей, кстати, у меня есть ученица, это Юлия Цитрус, Цитрус Дизайн. Она только обучилась дизайну и создание компании. И она заказала просто визуализатору, сделать центральную зону, сделала планировку у меня на курсе, и центральную зону. И все, я дала ее в рекламу. Все, и к ней пошли люди, она, первый же клиент ее был, 1500 метров у нее девушка, оплатила ей, я ее научил продавать на встрече, она оплатила сразу на встрече, 15 тысяч за техническое задание. Все, и взяла заказ на полторы тысячи метров. Почему? Просто она ей понравилась. Она не спрашивала, сколько у нее лет опыта и все остальное, она просто сделала вот так вот последовательно. Ну, так вот устроены люди. Мы с этим работаем. А уже вопрос, а как она может сделать и не боится? Она боялась, естественно. Но я сказал, если будут вопросы, ко мне придешь, я тебе помогу. Если нужна будет помощь, у меня есть архитектор, который поможет. Нужны визуализаторы? Ну, разберемся. Бери, делай, бери ответственность и приходи, все сделаем. То есть я подстраховываю всегда. Кстати, еще прикольная фишка, почему ко мне идут тоже. Ну, давайте так, я не чтобы похвалиться сейчас самому, а как вы можете использовать эту тему. Если, ну, как я действую? Я действую так, что человек приходит, говорит, я боюсь, я вот не делаю чего-нибудь, там, не общаюсь с премиум-клиентами, не зарабатываю деньги, еще что-то, потому что я боюсь оказания обязательств. И я говорю, слушай, ну, а ты думаешь, я боюсь? Он говорит, нет, ты не боишься, у тебя это есть, ты это умеешь. А давай сделаем так, ты продашь, и мы вместе будем делать. И если что-то не подойдет, ну, как бы я тебя подстрахую. Ну, будешь делать ты, а я буду у тебя за спиной помогать тебе. Как тебе так нормально будет? Он говорит, вообще зашибись. И я понял, что это дело неосознанно. То есть ко мне многие люди приходили, и у меня был посыл такой, приходи обучаться ко мне дизайну, бери заказ, будем его делать, и если в процессе у тебя возникнут какие-то вопросы, ну, я и моя команда тебе поможем. Тогда я неосознанно это делал, когда, ну, начинал, это было в 2011-2012 году, почти 10 лет назад, даже не почти, а более 10 лет назад. Вот, а сейчас я осознанно это делаю. И когда я делаю это осознанно, результаты лучше. А когда я неосознанно делал, просто люди ко мне приходили и покупали, ну, мою работу. Вот и все. Так же, может быть, у вас каким-то образом подумать, как это применить. Это вот психологическая история, мышление. Есть ли какая-то техника по созданию уникального продукта? Да, есть. Есть технология создания уникального продукта. Мы должны понять одно, что для того, чтобы создать продукт, мы должны понять, какую потребность мы удовлетворяем. Потребностей всего четыре, больше нету. Первое – это выгода, то есть человек хочет прагматичную выгоду получить, либо сэкономить, либо заработать. Второе – это эмоция, он хочет кайфануть каким-то образом. Третье – это общение с людьми, социальная значимость. И четвертое – это создание системы, что-то безопасность. Вот это одно из четырех выгод. Берете одну какую-то ключевую и одну второстепенную, и дальше соединяете это с тем, что вы сами любите, то есть что у вас получается, и на нишу добавляете. То есть в дизайне интерьеров, либо в маркетинге, либо в книгоиздательстве, либо в создании чего-нибудь, не знаю, системы какой-нибудь. Без разницы. То есть вы решаете вот так, и у вас получается продукт уникальный. Ни с кем не конкурирующий. Именно только для вас. Как выйти на необходимый доход, не имея начального капитала и навыков продаж и привлечения инвесторов? Хороший вопрос, да, Надежда? Спасибо. А что у вас есть? То есть вы должны понять, что у вас есть, и от чего-то оттолкнуться. То есть если у вас вообще ничего нет, никакого дохода, то идите на бесплатное какое-то обучение. Если у вас или на платное обучение. Если у вас нету... Ну, то есть я бы пошел на бесплатное обучение, как найти инвестора на обучение? Дальше я бы попросил у кого-нибудь или занял бы, или еще что-то сделал. Тысяч, сто тысяч рублей, за сто тысяч рублей уже можно начать как-то обучаться. Дальше часть дохода я бы отдавал в погашение кредита этого. И дальше бы стал обучаться еще новому-новому. То есть если вы ничего не умеете, то логично, что перед тем, как что-то делать, надо обучиться. Если у вас навыков нет. Но у вас могут быть навыки просто коммуникация. И вы можете быть соединителем. То есть можно всегда найти того, кто умеет. Это тот, кто продает. И тот, кто делает. И найти клиента и сказать, что вот взять ответственность на себя. То есть навык брать ответственность это тоже навык. Поэтому ничего не умея, можно просто брать ответственность и нести ответственность за выбор. Поэтому можно так. Ну, такой вопрос, что если вообще ничего нет, то есть вообще ничего нет, непонятно. Кто же купил книгу, будет курс. Не, курс не будет, будет книга. А в книге, кто купил книгу, я тех добавлю в чат. И с вами, ну, если нужно будет отвечать на вопросы, которые вы хотите услышать по развитию мышления и развитию потенциала. Да, кстати, кто хочет купить книгу, пишите мне тоже лично. Мы вам ее тоже отправим с личным моим автографом пожелания. В Телеграм. Стас Орехов. Телеграм и Инстаграм подписывайтесь. Так, ссылку ниже дал. Можно еще раз название. Книга, энциклопедия, дизайн и комплектация. Правильно сказано, что достается бесплатно, то не ценят. Да, психология такая. Великолепно, спасибо. С чего начать, чтобы перейти на новый сегмент заказчиков? Кристина, чтобы перейти на новый сегмент заказчиков, нужно понять, какие заказчики будут и начать себя проявлять. Что значит себя проявлять? Это значит создать свой либо проект, либо начать просто рассказывать от тех заказчиков и от тех результатов, которые они хотят получить, и изучить эту тему. То есть начать быть на одной с ним волне. За счет чего? Вариант номер один – это создать свой проект. Вариант номер два – просто разобраться в этой теме, в круг попасть, пообщаться, и там начать изучать, что им нравится. Например, в доме важная часть, например, помощницы личные, как организован быт хозяев. То есть важная часть. Как организована, например, коммуникация между этажами. Как, допустим, что билипровод должен быть, если у вас там три этажа или сколько, что прачечный в каком-то месте, в другом месте. То есть надо понимать, разбираться, как в премиум-сегменте вообще быт идет. Как правильно там жить. У нас был на дизайне интерьеров курс премиум-сегментов. Мы вели. Там был я и Наташа Ламейка. Это тоже дизайнер премиум-сегмента. Мы в 2011 году записывали совместный курс для вип-сегмента. То есть как проектировать премиум-дома. И там я давал свой опыт, а Наташа давала свой. Там было много лайфхаков. То есть как минимум можно этот курс пройти, посмотреть, законспектировать и применить. То есть уже это будет много чего. А дальше транслировать эту тему. Какие гарантии? Гарантия чего? Ну это обсуждаемо. Какие гарантии? Выйти на другой сегмент клиентов реально это сделать. Да, реально. Если ты новичок, то тоже рекомендую сразу премиум-браться. Я рекомендую, да. Я рекомендую браться не за то, что новичок или новичок. Я рекомендую браться за то, что ты хочешь. Что тебе довелит душа. Вот что ты хочешь, с кем работать. И чувствуешь, что ты на это способен. Не из страха, а из желания. И искать себе ответы, как ты можешь это сделать. А не почему ты это сделать не можешь. Или что тебе надо. Что кто-то сказал, что еще надо поработать. Это не обязательно. Где брать к премиум-клиентам, где знакомиться. А до того, где брать к премиум-клиентам, надо подготовиться. А где брать, они повсюду. То есть они сами вас найдут. Как только вы будете проявляться в интернете, они к вам придут. Ну вот как ко мне пришли премиум-клиенты, очень просто. Я стал выкладывать на сайте работы, которые я делал. Они посмотрели, что это не однокомнатная квартира, а нормальный дом. Вот и все. Ну вот я стал выкладывать вот такие вот объекты интерьера. Вот такой-то дом. Вот там 800 метров. Вот как мы сделали. И я стал показывать, как мы решали задачи, связанные, как организовать там камин посередине. Вот этот камин и вот там труба. Как мы соединяли там узел и стык. Почему именно так? Вот я стал рассказывать об этом, а не о том, как купить подешевле ламинат. И все. И стали приходить люди, которым важны вещи и проблемы, которые я озвучиваю, а не проблемы и вещи, которые озвучивает эконом-сегмент. И все. Больше нет секрета. Никакого. Так. Круто. Благодарю. Получил инсайд для конспекта себе в соцсети. О, супер-супер. Спасибо. Как здорово, что пришли сюда. Мне круто. Пожалуйста. Реально супер. Спасибо-спасибо-спасибо. В двух словах, о чем ваша книга. Книга именно вот эта. Это энциклопедия дизайна и комплектации. Она о чем? Она о том, как продавать комплектацию клиентам и как ее вести. То есть комплектация – это когда вы… Это по дизайну, да? Как общаться с поставщиками, как правильно зарабатывать на этом, как сделать так, что вы продали комплектацию, на этом заработать в два раза больше по проекту. Вот об этом. Вот. Собственно, можно содержание у меня на сайте посмотреть. Вобьете, придете. Так. Что у нас? У нас, у нас, у нас. Что у нас? Время еще есть или все? Как там у нас по времени? Давайте вот что сделаем. Если кому-то интересно, у меня есть технология, как найти свою уникальность за 30 секунд или за час. Есть два варианта. Есть за 30 секунд, есть за час, если кому-то актуально. Вот могу вам такой подарочек сделать. Значит, напишите мне либо в Директ в Инстаграм, либо в Телеграм напишите после эфира. И тем, кто запишет сегодня отзыв, кружочек напишите в Инстаграм, либо текстом. Лучше кружочек, не стесняйтесь, в Телеграмчик мне напишите. Я вам пришлю этот бонус и отвечу на какие-то ваши вопросы. Вот, если они у вас будут, помогу вам. Моя задача просто, ну, помочь всем людям. Зарабатывайте деньги, какие они хотят, тем способом, какие хотят, на том деле, которым хотят. Вот. Вот, поэтому с вас отзыв огонечки и кружочки в Телеграм. А с меня общение, приятное времяпрепровождение и бонус по уникальности. Вам задание, да, если вам было полезно и интересно. Я могу сейчас задавать завершение, скажу еще одну тему. Очень классную. Про проявление как раз. Я в 2009-2010 году думал, я был на какой-то конференции, на инфоконференции, вот проводила конференция. И там спрашивали, вопрос был, кто хочет пойти на сцену? А я такой скромный достаточно был. И вообще никуда не выходил. Я думаю, блин, ну, сейчас или никогда? Я что, зря, что я тут нахожусь, целый час там сижу? Думаю, нет, я пойду. И вот мне было страшно, да, но я сделал так. Я просто сделал действие, вдохновился и пошел. И это изменило вообще все. То есть после этого я создал свою конференцию, у нас теперь есть своя конференция. Вот. И поэтому вот первый шаг, да, если кто-то хочет... То есть надо понять одну простую вещь, что без проявления себя, со стеснением себя, не будет больших денег никогда. Поэтому первый шаг — взять телефон, взять стори, сказать, я вынес из этой лекции или из этого спича то-то-то, было полезно тем-то-тем-то, или было не полезно. То есть какая-то вода. Это тоже нормально. Это, ну, как бы у каждого есть свое мнение. И просто прислать, написать. То есть что было полезно, что вынесли. И сказать, применю то-то-то. Все. Это первая декларация такая получается для нас с вами, для нашего мозга. Потому что если мы про мышление говорим, то мозг, он фокусируется на том, на что мы сами на себя фокусируем. Вот. Поэтому прямо сейчас можно последние там две минутки в завершение взять телефончик, записать кружочек, в Telegram не отправить, или просто видео. И я вам пришлю тоже в дополнение бонус. Все. Всем спасибо. Рад был быть с вами. Рад был отвечать на вопросы. Книгу, телефон, отзыв. А я вам пришлю полезную информацию. Спасибо за эфир, Европейская школа дизайна, что пригласили. Все, наверное, у меня на сегодня все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.